Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Фестиваль русской культуры в современной интерпретации под названием «Брусничный джем» состоялся в Нижегородском театре кукол. Хлебом солью встречали гостей фестиваля. Плясками и гармошкой зазывали на ярмарку народно-художественных промыслов. Нижегородцы в пёстрых старорусских костюмах с вышивкой целыми семьями шли на фестиваль. Развлечений для всех было достаточно. Русские народные игры, мастер-классы, выставка оружия 16-18 веков, танцевальные, театральные и вокальные номера. Настоящий праздник. Здесь очень много молодых людей в возрасте, наверное, от полугодика и до моего, наверное, возраста. И всем интересно. Я думаю, что дальше будет ещё интереснее. Мне очень приятно, что молодые люди делают праздник себе и всем, кто их окружает. Очень интересно, очень массово и радует то, что как раз-таки представлена русская культура и показано, как она сейчас может развиваться. Импровизировать на тему русской культуры, вплетая в неё элементы современного творчества, вот задумка фестиваля. По словам организаторов, в этом нет ничего сложного. Элементы русского народного творчества присутствуют в современной жизни. Исконно русские традиции живы и передаются из поколения в поколение. Нужно жить этими традициями, потому что это наши корни. Участники фестиваля знакомили гостей с древними славянскими традициями и ремёслами. Вот и мы и узнали о старославянской ручной вышивке. Так называется техника вышивания без узелков и переходов. Вот это лицо, оно вышивается для людей, да, ну вот как мы представляем своё лицо. А вот это изнаночная сторона. Здесь нет ни узелков, ни переходов. Тот самый принцип непрерывания энергии, потому что лицо для людей, а изнанка для души, для Бога. Внутреннее тепло, которое есть у человека, оно оставалось всегда с ним, он его не терял. Славянскую льняную одежду, тряпичные куклы, керамические игрушки, сувениры, украшения и даже заговорённую на удачу подковы представили мастера на ярмарке. Я просто беру вот с такого состояния, отработку у кавалей, чищу до ума, заговаривая старорусскими заговорами и покою. Одна вешалась вот так вот, чтобы текла энергия в чашу, а другая оберегом, в другом конце коридора, получается восьмёрка. Вот такой получается формат. Большое внимание привлёк и удивительный мастер-класс по писанке – росписи яиц. На холодном яйце выводят узоры горячим воском, а затем погружают его в разведённую краску. Потом делают новый узор воском, макают в другую краску и так далее. Когда все узоры нанесены, воск удаляют. Этот старинный метод расписывания яиц – лишь малая часть того, что можно было узнать на фестивале. Субтитры создавал DimaTorzok